Это первые соревнования среди журналистов по такому необычному виду спорта, как гребли. Но сегодня не на байдарках, но сегодня мы будем соревноваться на таких замечательных лодках под названием «Драконы». Регламент очень простой, полуфинал, выигрываем, проходим в финал, но там дальше уже только борьба за золото. Наша команда, сибирская медиагруппа, уже готова. Честно, мы будем бороться только за победу. И чтобы поддержать интригу этого сюжета, если сегодня сибирская медиагруппа побеждает в финале, то мы сразу после финиша окунаемся в воду. Ну или я один это сделаю. Но в общем что-то такое интересное будет. Поэтому сейчас наблюдаем, как наши соперники уже готовы. Здесь спасибо надо сказать организаторам, в том плане, что они дают возможность сделать такой круг подсчета вокруг гребного канала, чтобы вообще понять, что это такое. Потому что здесь абсолютно все впервые пойдут по воде. От этого будет еще интереснее. Вместо микрофона в руках весла. Акулы-пера на водной гладице шли, чтобы покорить драконов и испытать себя. Всего шесть команд. Сборная журналистов, общественная палата, пресс-секретари и блогеры. Сначала жеребьевка, а потом символичный парад открытия. Я вам всем очень благодарен, что вы приняли, прошли время, приняли участие. Такой еще день, день журналистики спортивной. Ну то есть все сошлось. Погода, праздник, настроение и пятница. Настрой собравшихся передали бодрые кричалки в сторону соперников. Мы зеленые медузы, мы похожи на арбузы. И сегодня все медузы победят всех карапузов. Дмитрий Викторович, расскажите про данные лодки. Я только знаю, что они называются драконы. Что они из себя представляют? Дракон это драгонбот, его еще называют. Это лодка Д-10, когда в лодке находится 10 грибцов. 5 справа, 5 слева. И барабанщик с рулевым. И есть лодки большие, в два раза больше. Это Д-20, где справа 10 грибцов и слева 10 грибцов. Грибцы гребут однолопастным коротким веслом, как в кануе, только оно короче, значительно короче. И барабанщик задает определенный ритм спортсменам, для того, чтобы они слаженно гребли, как можно выше, поддерживая скорость. А рулевой направляет максимально ровно по водной акватории лодку Дракон. Каждый заезд был полон борьбы и эмоций. Команды отвоевывали буквально каждый сантиметр лидерства. Но в итоге сибирская медиагруппа уверенно выиграла свой первый полуфинал, несмотря на возникшие проблемы с плавсредством. В финале мы отправились за золотом, но не хватило пару сантиметров, и Dream Team сибирской медиагруппы забирает серебряные медали турнира. Но несмотря на то, что мы не стали чемпионами, мы все равно прыгнули в воду. Бронза у пресс-секретарей, а золото у команды общественной палаты. На награждении все серьезно. Медали и чемпионское шампанское в кубке. Вот на такой положительной ноте и завершается наш первый кубок журналистов по гребле на Драконах. Дмитрий Драсс, зовут Дмитрий Денисов. День с толком.